Светлана Николаевна К нашему городу причастна с 89-го года. Здесь она работала в начале своей режиссерской карьеры. Может быть, это не первый был шаг, но, наверное, второй, по крайней мере, и весьма удачный. Правда, мы как-то упустили ее в те годы, но зато наверстали в дальнейшем. И вот уже на протяжении 10 лет встречаем каждый новый фильм. Итак, пожалуйста, давайте установку на просмотр. Спасибо вам большое за то, что вы субботний вечер не сидите дома, не пьете себе часть плюшками, а хотите смотреть какое-то не вполне веселое субботнее кино. Я абсолютно уверена, что никакой картине, ни плохой, ни хорошей, не нужен комментарий режиссера. Потому что иначе все мои 2,5-3 года, которые я трачу на картину, бессмысленны. Потому что если меня надо прикладывать к картине, цена этой картины – ноль. Но почему же я все-таки езжу сюда и делаю это? По многим причинам, не только из-за того, чтобы показать кино. Я обожаю этот город. Он стал для меня абсолютно каким-то промыслительным, потому что моя какая-то формально, внешне самая успешная картина была снята здесь. «Случайный вальс» – это «Золотой леопард», «Локарная», и это пышно, это жетон. Но это не значит, что это там «Я люблю эту картину больше всего». Всегда последний ребенок, он требует внимания, и он живой еще, и он с тобой в какой-то связи. Поэтому жетоны, мне кажется, это дело 28-го. Поэтому я езжу в том, что город этот мил моему сердцу. Если я вам все-таки скажу пару слов по картину, просто чтобы войти в это, и чтобы вы не растерялись. Ну, во-первых, сценарий написан безумительным режиссером, не сценаристом, а режиссером. Вася Сигаревым, который сделал бесстрашную и очень страшную картину «Волчок», если кто-то ее видит. Это фантастический, талантливый человек, я обратилась к нему. И что я хотела сделать? Я все время снимала про очень тяжелые, депутативные ситуации. И я захотела, наконец, сделать картину про абсолютно идеальную судьбу. Это самое неблагодарное, что может быть искусство, потому что искусство питает только конфликтом. Нет конфликта, нет зоны искусства. Конфликт обязательный. Поэтому задача была очень сложная. И в результате мы сделали такую современную интерпретацию моих страстей по Ане Каренине. Мне казалось, что русское кино замечательное, сослужило очень плохой службе этому роману. 90% людей убеждено, что Анна Каренина заканчивается смертью на вокзале. Вот я уверена, что даже в зале, который хочет в субботу смотреть какое-то странное кино, то некоторые из вас бы сказали, где ты на Ане Каренине не смеешься, а на Каренине и на вокзале. На самом деле есть огромная восьмая глава, может быть, лучшее, что сделал Лев Николаевич Павловской в своей жизни. Это то, что происходит после того, когда Анны уже нет, когда Бронский уехал с зубной болью сражаться и погибать там. А дальше начинается настоящая, изумительная, сложная и прекрасная русская жизнь, которую мы утратили или которую где-то пытаемся с друг с другом все-таки как-то неуклюже или очень уклюже строить. Лучше этого ничего нет. И я когда читала Анну Каренину и вспоминала фильм, то почему там вот американцы недавно сделали Анну Каренину, это всегда такая мелодрама. Молодая женщина не хочет старого мужа, а хочет любовника молодого. Понятная история? Понятно. Нормальная она? Нет. Нормальная она для русского сознания? Нет. Но при этом как-то вот красавица, перья, буа, декольте и какая-то чудесная Анна и жуткий Каренин. На самом деле этот старик Каренин, ему 43 года, думайте. Это человек, который не хотел жениться на Анне Карениной, которого женили, когда он приехал в провинцию с какой-то проверкой. У которого каждая страница неподдельности его страдания такова, что даже если в нем есть какая-то неуклюжесть и нелепость, это неподдельное страдание закрывает все. Его любовь к ребенку совершенно зачеркивает любовь Анны к этому мальчику, которого она бросила, из-за которого почему-то капризничает, кто его взять, кто не взять. В общем, читайте роман, он совершенно не имеет никакого отношения к тому, что мы видим в кино. Кино вообще мы все большими подборствами, делаем, что хотим. И я решила, что я возьму современного Каренина и современного ребенка и покажу, какие же это поразительные, утонченные, сложные отношения отца и мальчика, ни матери, ни ребенка, что всегда русские стоят на том, что если семья распадается, ребенок должен быть матерью. Не обязательно. Совсем не обязательно. Поэтому я не хочу, чтобы вы это соединяли с Анной Карениной, но когда вы увидите Анну, Сережу, Алексею, второй Алексей, это культурных людей будет относить туда, и вам это будет мешать, что а почему это так, а при этом кино современное. Это вообще Лев Николаевич Толстой, это воздушная подушка любого русского человека, поэтому толчок оттуда. Второй момент и последнее, что я вам скажу перед посмотрим, потом, если вы хотите, поговорим. Вот какая жизнь? Это была абсолютно идеальная семья. Муж, жена и ребенок. Умные, красивые, успешные, богатые, со здоровым ребенком, абсолютно любящие друг друга. В один момент, ни почему приходит зло, оно никогда нам не говорит, здравствуйте, я пришла, берегите. И приходит в семью зло, и все рушится в одну минуту, и с такой ускоряющей скоростью, что ни один человек не может анализировать, как это разрушит, и как нужно быть с этим осторожным. К чему я вас призываю? Пожалуйста, когда нам говорят о том, что мы не можем судить, помните об этом, что любой из нас, ни наша личная доброкачественность, ни наша высокая душа, ни наши нравственные головные позиции никогда не защитят нас от зла. Мы абсолютно обезоружены, и если в нашей судьбе оно случается, вопрос только в одном, с каким достоинством мы из него выйдем. Но помните, что мы всегда выйдем из него с огромными потерянными, с отъеденной плотью, мозгами, боками, душой, больным ребенком и чем угодно. Будьте осторожны, когда вы кого-то осуждаете. Будьте осторожны, когда вы говорите, это мать-проститутка, или этот отец-урод, или что. Вообще, будьте предельно осторожны друг к другу. Продуктивно только одно, когда мы говорим, люблю тебя всей душой, надеюсь на тебя, ты такой-сякой, может быть еще такой, но надеюсь на тебя всей душой. И тогда это шанс нам немножко прорастать друг друга, немножко быть теплее души. Повторяю, ни один человек никаким способом не может защититься от зла, он может только пережить его застройство. Другого ничего нет для человека. Светлана Николаевна, я хочу начать, может быть, не с самого кино, а с наших связей, с одной стороны, Рыбинск, с другой стороны, вы. И вы знаете уже на протяжении длительного времени, что вы можете сказать о ваших впечатлениях вот на протяжении уже почти четверти века. А в моих впечатлениях о городе? Да. Среда – это огромная вещь, серьезнейшая вещь, мне кажется, и для бытовых подробностей жизни человека, да, и для кино. Вот мне очень важно всегда, в каком городе я снимаю, что, в каком пространстве живут актеры, люди, мои картины. Это очень важная вещь, потому что это какие-то стилистические особенности, да, это культура, пластическая культура, и мы, русские, не очень в этом преуспели. Ну, во-первых, потому что мы не бережем старое, мы почитатели турецкого новодела, и это, по-моему, изгадило вообще русские города, тотально, в первую очередь, Москву, и теперь уже прокралась ей в провинцию. Но чем мы живы? Мы живы, в первую очередь, конечно, людьми и связями душевными, потому что для меня Рыбинск, вы тоже Рыбинск для меня, и это тоже моя эмоция, потому что я знаю, к кому я еду, я знаю, как вы все организовываете, и я знаю, что это абсолютно осмысленный диалог профессиональный и моего приезда, и моего отношения к вам. Поэтому город, он же очень много в себя вселяет, и люди, и архитектура, и река, и музей, и еда, это все, среда, это все. Конечно, этот город мил моему сердцу, потому что вторая картина, она всегда самая сложная, даже на первой картине ты еще в истерике, ты еще не очень понимаешь, в какую реку ты встал. Вторая картина все в режиссере обнаруживает. Поэтому, конечно, то, что я здесь делала случайный вальс, вот сколько лет тому назад, 89-й год экспедиция, навсегда это как, знаете, как что-то первое, это навсегда стало в моем сердце. И поэтому всегда я сюда стремлюсь и нахожу эти старые приметы, но при этом я не могу не видеть, что там и на набережной появились какие-то пошлые дома, и они чистые, и, может быть, у них даже хорошие рестораны. И, может быть, они нужны вот в структуре города, и начальство должно об этом думать. Но мне очень жалко, что исчезло и исчезают вот эти чудесные рыбинские дворы, эти красные кирпичи, эти крыши. А уж деревянное. А деревянное зодчество. То же самое в Волоксе. По всей России мы сами себя съели, мы съели свою изумительную культуру. Знаете, я сейчас последнюю картину снимала в Сталине. Это фантастия, это маниакальное отношение к пространству. Они подоконник изъеденный весь, они его фиксируют, они его реставрируют и в частных домах, и в государственных домах. Поэтому Таллин сейчас живет, как фантастия, это бум какой-то, больше, чем в Амстердам туда ездят туристы. И они богатеют, и они только предлагают, что только свой чудесно сохраненный надышенный город. Поэтому, мне кажется, это очень хороший урок, и об этом стоило бы нам подумать. Другое дело, что мы очень бедные, и мы очень воробатые. Поэтому две эти вещи очень плохо воздействуют на городскую среду. Поэтому очень жалко, потому что нет этой культурной, вот этой вяди изумительной, когда... Откуда, почему уважают стариков? И это же ведь тоже, потому что это мой дед ходил, вот она крыльцо покатилась, а там дед мой ходил. Я не буду это выбрасывать, я не буду делать цементные ступеньки, понимаете? Вот у нас как-то это все бежало. Светлана Николаевна, вообще в ваших фильмах очень существенно эта городская среда. И вы каждый раз находите новые места, и по-новому, может быть, даже для жителей этих мест у вас свой взгляд. А вот в этом фильме, наверное, намеренно, не чувствуется городской среды. Больше интерьеры, какие-то вот стерильные, и, ну, среда скорее природная. Вот эти сцены на дачу, еще что-то. Нет вот этого обжитого пространства. Почему? Конечно, очень сознательно. Мне очень было важно сконструировать такое пространство, а с городом это делать очень трудно. Это значит, надо тщательно выбирать время съемки, ракурс, оптику, все-все-все. Мы конструируем город, я нигде не снимаю, там тупо я пришла на улицу, я снимаю на этой улице. Это всегда очень продуманный процесс. Мне здесь важно было, чтобы эти чудесные люди, вот вроде море, вроде много воздуха, вроде сосны, да, вроде большой объем квартиры, а дышать нечем. Нечем дышать, ничего не получается. Все, воздух весь съеден, тепло все съедено. Поэтому даже когда ты находишься в пространстве, в общем, очень ухоженном и гармонизированном, когда нет гармонии внутри, это пространство тебе не помогает. Оно становится стеклянным и оно абсолютно в противовесе, в конфликт с собой. Вот мне очень важно было здесь делать такое, усугубить их ситуацию, их среду. И вот это вполне комфортабельное жилье у них совершенно лишено индивидуальности. Пустые стены никак не отражают их внутренней сущности и создаются впечатление, что ее нет. Ну, это не совсем так, потому что люди, у которых мертво внутри, все, они не страдают. Они просто, они не мучают даже друг друга, они просто безжалостно прекращают отношения, которые перестают их устраивать. Поэтому, когда люди страдают и когда люди готовы свою участь принимать, менять и в этой участи обнаруживать в себе какие-то другие качества, их нельзя назвать мертвыми. Я думаю, что скорее это сосредоточенность на вот этом мире, мире какого-то протаптывания друг к другу дороже, которые в какой-то момент обрываются. То есть это комфортабельный мир людей с определенной культурой быта, где эта культура ровно настолько, насколько она делает твой дом удобным для проживания. Важнее путешествовать, важнее вести ребенка на море, важнее смотреть друг на друга, важнее смотреть на вечерний закат, важнее картинки висящие, огромные витринные окна, когда там он мир загадочный, чудесный, даже немного опасный он там. И ты очень ценишь эту природу. Вот так я себе рассуждала с собой, потому что назвать их пустыми невозможно, на мой взгляд. Скорее, это даже не по мотивам, это просто такой ходячий сюжет, который применим и для высших слоев дореволюционной России и для сегодняшнего дня. Но если там была трагедия, то здесь все разрешается совершенно спокойно. Ничего себе, абсолютно истерзанный ребенок, абсолютно разрушенная жизнь трех людей, когда совершенно непонятно, во что это все вывется и что с ними дальше будет происходить. И никогда это никуда не денется, как бы дальше ни складывалась жизнь каждого из них, это навсегда порушенное чувство приязни, навсегда мир хрупкий. И ты всегда будешь этого мира бояться его хрупкости. Ничего себе, неоткрытая эмоция, это не значит отсутствие эмоции. Просто когда у людей достаточный культурный слой, им не нужно гнать вот эту драму в рубль такой, демон сидит, что-то, напыхтятся, новорутся, а на выходе, ну и потом все лечать идти, понимаете? Кстати, вот ни один, наверное, из ваших фильмов не остается незамеченным критикой и, так сказать, профессиональным сообществом. Вот на Кинотавре фильм отмечен премией за музыку или, наверное, точнее, саундтрек. Три минуты звучания музыки они награждают особым призом Таравердиева, но они награждают не композитора, а режиссера. Это на призе написано, что режиссера Светланы Проскориной за музыку, за то, как сделана музыка в фильме. Это лично мне приз. Но, во-первых, я не так ценю музыку в фильмах, потому что я считаю, что это абсолютно вспомогательная подробность, которая, ну, просто где-то эмоция проседает, а режиссеры, как правило, эту ошибку исправляют эмоциональностью и вездесущностью музыки, чудесностью музыки. Поэтому я, конечно, ее тщательно выбирала, и там с Баланеско, этот изумительный английский композитор, я с ним работаю уже несколько картин, но... И он написал оригинальную музыку, конечно. Он написал для этого фильма оригинальную музыку, я ее не взяла, потому что ее было много, она была драматична, она была полна смысла в трагедии. И я сказала, что Алекс, вот тот случай, когда я точно не могу взять ни звук, он обиделся, и я сказала, что я что-то наберу сама и буду слушать то, что я люблю, и подставлю маленькие кусочки. Я так и сделаю. Дальше мы, конечно, довольно скоро, я поехала в Лондон с картиной, мы с ним помирились, им очень нравится, как я расставила музыку, там музыка еще и Лины Петровой с аккордеоном на финале, и в середине... Но они вместе играют. Она играет и одна, и они вместе играют, там два есть, есть дуэт, а есть отдельное соло на аккордеоне на финале Линина. Вот, поэтому для меня музыка это один из компонентов картины, это не так серьезно, и я вообще хотела бы сделать картину совершенно без музыки. Но вообще это очень точно, мне кажется, расставленный... Мне кажется, я всегда довольно неплохо с этим обращаюсь. Я всегда своенравно этим занимаюсь, всегда это делаю сама, и мне кажется, как-то я чувствую, что картина хочет от меня в этом смысле, что там должно стоять. Может быть, Рыбинск вдохновит вас на следующие сюжеты? Ну, слово «вдохновит» какое-то очень пышное, я не знаю, из какого ссора рождаются стихи, вот, но я точно знаю, что я, конечно, с совершенной радостью приеду сюда еще, и я совершенно готова на любой контакт с вами, с вашим чудесным клубом. И вот я говорю, что нужно устроить нам какой-нибудь праздник по поводу случайного вальса, пока еще сохранились эти места, где мы снимали, пока еще город не утратил эту красоту, которая так вот хитила вообще всю Швейцарию, и все вот там, и за Францию, и везде, где картина с таким успехом год путешествовала, и все любовались Рыбинском вообще по всему миру, это же чудесно. Слушайте, это правда было очень красиво в Катрии? Периодически возникает идея сделать фестиваль. Есть вообще для этого какие-то посылки? Мне кажется, сейчас не очень удачное время для этого из-за денег, только из-за денег. Все остальное у вас тут есть, и этот город вообще расположен к созерцательности, к какому-то интеллигентному разговору, гулянию по набережной и так далее, и к поеданию чудесного бородинского хлеба. Но сейчас, мне кажется, такое время, что трудно собрать деньги. Мы немножко почувствовали вот эту недоданность денег в культуру, и к этому есть объективные социальные причины. Поэтому, мне кажется, с этим может возникнуть проблема. А по сути, по культурному смыслу, безусловно. Может быть, его делать такую связку тематическую, кино прошлого, поскольку вот отсюда, вы, наверное, знаете, Аншенки, Николков, Авербах. И кино молодых, студенческие, дебютные работы. Но ведь несколько есть дебютных фестивалей, Боречка. Мне кажется, надо наоборот, не так. Надо город тут главное, особенность чудесного русского провинциального города, который изо всех сил коммуцирует в себе культуру, не расстается с ней, и как бы его ни терзали, ни мучили, и сколько бы ни культурных людей не собирались его преобразить. А он живой все-таки. Он все-таки как вот пожилой человек, который изо всех сил говорит, я есть, я живой, я хочу быть, я еще вам многое могу рассказать. Город здесь, старое кино, молодые, это все, это уже освоенные темы, и они не очень хорошо компонуются. Рыбинск, это главное, мне так кажется. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам. Мы постараемся это учесть. Спасибо. 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 Продолжение следует...